Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня наш разговор будет посвящен теме «Сын человеческий, господин субботы». Современному человеку очень трудно понять, почему так важно соблюдать субботний покой. Или для христиан суббота сменяется воскресным днем. И почему так важно не откладывать какие-то невыполненные дела на воскресный день, таким образом, что этот день не остается у нас свободным для чего-то более важного, чем наши повседневные заботы, наши амбиции, наша деятельность. И в Евангелии мы видим, что споры о субботе являются очень болезненным моментом. В частности, именно нарушение субботы становится одним из аргументов того, почему Христос будет приговорен к смертной казни. Нарушение субботы воспринималось его современниками как богохульство, как неуважение, непочитание к Богу. Чем это можно объяснить? Потому что современному человеку это покажется очень странным. Дело в том, что на протяжении веков суббота для народа Израиля была самым надежным знаком завета между Господом и народом. Четвертая заповедь из десятисловия Моисея, самая просторная и многословная заповедь, она посвящена именно субботе. Там подробно объясняется, как ее соблюдать. И в Ветхом Завете существуют две версии причины, почему нужно соблюдать субботу. С одной стороны, Бог, сотворяя мир, трудится в течение шести дней, а седьмой день посвящает покою. И точно так же человек, как Творец, должен уважать некий естественный и божественный ритм труда, определенное количество дней трудиться и какой-то последний день посвящать своему Творцу, для того, чтобы не посвящать его самому себе, и тем самым сотворить идола и своей деятельности, и своей власти. Другой аргумент, почему нужно соблюдать субботу, это как воспоминание о том, что Господь, Он освободитель. И однажды народ оказался в рабстве, и спустя какое-то время Господь его освобождает из этого рабства. И как воспоминание о том, что Бог приводит свой народ в землю обетованную, как в землю покоя, в землю священную, и служит эта заповедь и этот день субботнего покоя. Особенно важным это становится после Вавилонского плена. И на протяжении истории можно видеть, что иудеи по-разному относились к субботе, но именно в тот момент, когда значение субботнего покоя возрастает, появляется очень много новых предписаний. И как раз здесь и кроется главная проблема. К тому слову, к той заповеди, которую передает Моисей, добавляются многочисленные предписания о том, что можно делать и что нельзя делать в день субботний. Это очень похоже на то, как если существует некий обрыв, пропасть, и вы ставите на метр до пропасти предупреждающий знак, ограждение, затем для того, чтобы еще надежнее предотвратить эту опасность, вы ставите еще дополнительное ограждение за два метра до этого. И в конце концов, точно так же эти предписания о субботе постепенно заслоняют с собой вообще божественный смысл этого предписания. Вот в чем настоящая проблема. Например, человек не может носить никакое бремя во время субботнего покоя, и мера того бремени, которую он может нести, ограничивается лишь тем, что ему необходимо для пищи. И фарисеи, и учителя законы во времена Христа добавляют новые ограничения, и эта мера ограничивается лишь размерами сушеной смоквы, то есть буквально то, что едва-едва помещается в ладонь, и не более того. Точно так же, какой отрезок пути может совершить человек, именно это стало называться поприщем. Тот отрезок пути, примерно размером в километр, который необходимо совершить от дома до синагоги и обратно, и не более того. И таким образом происходит расширение этих предписаний, они нарастают как снежный ком, и в этом-то и состоит очень часто проблема. И поэтому Христос, как человек, который имеет право толковать закон, вступает в спор со своими оппонентами-фарисеями. И вот один из таких ярких споров рассказывает евангелист Марк во второй главе. В самом конце этой главы рассказывается о том, как в субботний день ученики Христа проходят через засеянные поля и начинают срывать колосья. Фарисеи это видят и говорят Христу. «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». И вот здесь Христос преподносит им урок экзегезы и толкования священного писания. Он сказал им, «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывший с ним, как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафари и ел хлебоприложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ними, и сказал им, «Суббота для человека, а не человек для субботы, посему сын человеческий есть господин субботы». Конечно, здесь заслуживает отдельного внимания история Давида. Царь Давид – это великий царь, и поэтому непререкаемый авторитет в глазах иудеев. Кроме того, сам Христос будет новым Давидом, и он станет новым царем, и установится новое царство. Его оппоненты прекрасно понимают этот намек, это их еще более возмущает. Итак, в какой-то момент своей жизни царь Давид, который избран Богом для того, чтобы стать помазанником, вынужден спасаться бегством от Саула. И он в какой-то момент обречен на голодную смерть. Поэтому он приходит в сень сведения, то есть тот шатер, где прославлялось имя Господне, и где каждую неделю оставлялся свежий хлеб, и по истечении недели этот хлеб обновлялся на новый, перед лицом Бога, все время должен быть свежий хлеб, а старый хлеб могли вкушать в пищу только священники. И вот когда Давид со своими товарищами приходит, то первосвященник понимает, что Давид – избранник Божий, и что же делать? И он решает отдать этот хлеб, который по праву предназначался в пищу священникам, и только священникам он отдает Давиду и его спутникам. Тем самым, казалось бы, он нарушает закон, но в действительности это некий прецедент того, как закон должен быть истолкован правильно. Допускается новое толкование закона, но всегда в пользу высшей цели. Первосвященник увидел, что речь идет не просто о спасении человеческой жизни, потому что уже жизнь человека как таковая есть священный дар, и поэтому всегда, когда встает вопрос между соблюдением заповеди и спасением жизни или здоровья человека, всегда решается вопрос в пользу жизни и здоровья человека. Но кроме того, Давид – это не просто жизнь, это не просто человек, а это некая ключевая фигура в реализации того плана, который наметил Господь, потому что именно от Давида произойдет Мессия. И поэтому наш Господь тоже в споре с фарисеями рассуждает по той же самой логике. Речь идет не просто о каких-то гуманитарных целях, но, более того, ставится под угрозу исполнение божественной воли и божественного плана. Кроме того, он не говорит, что ученики мои не нарушили закон, они нарушили лишь то, что вы добавили к закону, что вы добавили позже. И здесь возникает самая главная коллизия. Проблема в том, что с годами фарисеи превратили Бога в какую-то почти абстрактную величину, какое-то отвлеченное понятие, вокруг которого функционирует религиозная система. И в этом всегда главный соблазн и главная опасность всех, кто берется за толкование закона или за управление религиозной жизнью. И Христос фактически напоминает о том, что Бог – это не абстрактное понятие. Бог – это Отец, главная забота которого состоит в том, чтобы сохранить жизнь своему творению, прежде всего, человеку, который несет на себе его образ и подобие. И поэтому никогда не нужно забывать, что закон ради человека, а не человек ради закона. Суббота для человека, а не человек для субботы. Именно поэтому Иисус – господин субботы. Но он, господин субботы, не только потому, что он берет на себя право толковать закон. Он говорит нечто большее. Он говорит «Аз есмь, господин субботы», «Аз есмь суббота». И вот здесь эти слова перекликаются с другим эпизодом, который мы читаем в Евангелии от Матфея в конце 11 главе, когда Христос обращается ко всем, кто обременен исполнением предписаний закона. Труждающиеся, обремененные – это люди, которые стараются из последних сил исполнить предписание закона, и их силы уже иссякают. И это относится не только к простым людям, это относится и к оппонентам самого Христа, потому что сами фарисеи возлагают на себя бремена неудобоносимые. И вот Христос говорит «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и аз упокою вы». Имеется в виду, что он сам и есть суббота, он сам есть покой, тот покой, отдохновение, которое Бог дарит своему народу. И поэтому важно здесь не просто выполнять какие-то предписания и обряды, для того чтобы причаститься, вкусить божественный покой, нужно прийти к Богу, придите ко мне, и я вам дам этот покой. Это означает, что суббота – это не просто вопрос поведения или дисциплины, это не вопрос, сколько выходных дней у тебя должно быть в течение недели, это вопрос отношений. Самое главное – это качество твоих отношений с Богом. Искренность, глубина личных отношений со Христом дает нам источник покоя. Именно поэтому Сын Человеческий – Господин Субботы. И это может показаться немножко слишком необычным, но с этим связаны слова блаженного Августина. Он произносит потрясающие слова, обращаясь к Богу. «Неспокойное сердце мое, оно в тревоге, оно не знает покоя, пока не упокоится в тебе, пока оно не обретет покой в тебе самом». Суббота – это не просто вопрос страны, землеобетованной, это не просто вопрос иметь какой-то один выходной день, это нечто всегда гораздо большее, это занять какое-то подобающее и правильное место в своих отношениях с Богом. И это становится источником покоя. Если это применить к нашей духовной жизни или к нашему психологическому благополучию, здоровью, мы легко понимаем, что Бог приводит нас в этот мир, и это означает, что Он приготовил для нас какое-то место в этом мире. Это означает, что мы не можем быть потерянными и бездомными. Если Он нас привел от небытия к бытию, значит, в этом мире есть место для нас. И важно обрести это место, занять подобающее, свое, то место, ради которого ты пришел, которому ты призван в своем земном существовании. И обрести одновременно подобающее тебе место в этой вселенной по отношению к Богу. Это то, что нам необходимо каждый раз решить, как некую проблему. Обрести свое место, обрести свое призвание и тоже точно знать ту красную линию, через которую не нужно переступать. И можно пойти еще дальше, по ту сторону этой внешней дисциплины. То, как указывает блаженный Августин, сам Христос становится пространством покоя, уверенности, если хотите, внутренней точкой опоры и уверенности в себе самом. И здесь слово «суббота», как слово «покой», становится синонимом веры. В той мере, в какой вы доверяете Богу, вы обретаете внутреннюю уверенность и внутренний покой, что вы находитесь на правильном пути, что вы занимаете подобающее вам место, и поэтому можно ничего не бояться. И, конечно, Христос заботится не только о своих близких, о своих учениках, но тоже о своих врагах и о своих оппонентах. Эти слова обращены, как некие слова в разумлении, и к фарисеям тоже. И мне хотелось бы завершить нашу встречу образом, который я заимствую у Блеза Паскаля. Блез Паскаль, великий математик, и одновременно христианский мыслитель, он говорит о том, что человеку нет ничего более непосильного, чем просто спокойно пребывать в своей комнате. Потому что, как только мы оказываемся в тишине, в покое, у нас возникает иногда чувство тревоги, пустоты и ненужности. Мы как будто пытаемся чем-то себя заполнить. И это беда нового поколения и современного мира. У нас гораздо больше свободного времени, мы гораздо меньше должны трудиться физически в поте лица для того, чтобы выжить и обеспечить себе хлеб насущный. У нас возникает другая проблема, чем заполнить наш досуг. И это становится реальным источником проблем и головной боли для очень многих. Это пустота, этот страх, который настигает человека, когда он оказывается наедине с самим собой в тишине. И здесь может быть самая главная мудрость, которую нам дает Господь. Мы в моменты тишины, в моменты покоя слышим рокот бездны. Бездна бездну призывает в грохоте водопадов своих. В глубине человека есть некая бездна, которую может наполнить только сам Бог. Как говорит современный проповедник, в глубине сердца каждого человека есть дыра, отверстие, рана величиной самого Бога. И только Бог может ее наполнить собой. И, собственно, именно эта сила утешения и это напоминание содержатся в словах Христа, когда он говорит «Сын человеческий», то есть Бог, воскресший Христос, и есть Господин Субботы. Он источник нашего покоя, нашей уверенности. И в этом суть нашей духовной жизни. На портале Экзегет.ру с вами был Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга.